МИД России обвиняет Армению, сдача Карабаха, только в воображении в Министерстве иностранных дел России отреагировали на высказывания главы парламента Армении о некоем плане Лаврова, заявив, что трудно комментировать то, что существует не в действительности, а только в воображении. Ранее в ходе встречи с представителями российских СМИ глава армянского парламента Ален Симонян, упомянув некий план Лаврова, связал с Россией сдачу Карабаха. В ходе упомянутой беседы уважаемый председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян, сославшись на мысли армянского общества о том, что Россия сдала Карабах, заявил, если бы кто-то, в Армении, собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая план Лаврова. В то же время он подчеркнул, что никто ничего не сдавал, цитирует российское министерство РИА Новости. В российском МИД указали, что трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и план Лаврова, добавив, что нельзя говорить о сдаче, так как речь шла о поэтапном разрешении Карабахского конфликта. В МИД РФ напомнили, что последнюю редакцию плана урегулирования сопредседателей Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. Как заявили в МИД РФ, предусматривалось возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, на втором, двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других элементов плана, признание ЗАНК прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность его населения, участие представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы, решение вопроса о ширине и статусе Лачинского коридора с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджирского и Лачинского районов, напомнили в российском министерстве. Что касается статуса НК, то лежавшие до осени 2020 года на столе переговоров предложения предусматривали буквально следующее, определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободные воли изъявления населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязывающий характер в соответствии с нормами и принципами международного права, добавили в МИД. Данные предложения, хотя полного согласия не удалось достичь, не отвергли ни в Армении, ни в Азербайджане, указали в российском МИД. В акты красноречивы, упущена масса возможностей для мирного урегулирования, причем не по вине Российской Федерации, заметили в министерстве, призвав, еще раз сравните упомянутые предложения сопредседателей с нынешней ситуацией и делайте выводы. МИД России всегда с уважением относится к общественному мнению других стран, даже если с ним не согласны. Это верно вдвойне, когда речь идет о наших союзниках и друзьях, к каковым относится Армения, указали в министерстве. Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные мысли насчет сдачи России не принадлежащего Янагорного Карабаха, а по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями, отметили в МИД РФ, добавив, все усилия Российской Федерации, включая содействие прекращению сорока четырехдневной войны, подписание и реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, говорят сами за себя. Россия крайне заинтересована помочь армянам и азербайджанцам перевернуть болезненные страницы их отношений, содействовать обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, заключили в МИД РФ.